МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вести себя при землетрясении и пожаре? Об этом специалисты МЧС рассказали студентам медицинского колледжа. Лучший педагог-дефектолог России из Махачкалы. В аэропорту встретили победительницу Всероссийской олимпиады Я-профессионал. Дагестан получит из федерального бюджета средства на развитие дорожных сетей. Правительство распределило между регионами более 70 миллиардов рублей. Из них республика получит 100 миллионов. Предполагается, что деньги будут направлены на строительство и ремонт уникальных мостов и путепроводов. Правительство может ввести выплату материнского капитала за первого ребенка в семье. Об этом сообщает ряд российских СМИ. Так, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что выплата будет способствовать приросту населения и сохранению российской нации. Напомним, сейчас в России существуют три вида пособий семьям с детьми. По рождению первенца, второго, третьего и последующих детей. Лишь одна пляжная зона республики из более чем 20 соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Остальные установленным требованиям не подходят. Роспотребнадзор издал постановление о подготовке водных объектов к летнему купальному сезону 2019. По информации ведомства, причины загрязнения морской воды хорошо известны. Действующие очистные сооружения Махачкале, Хасавьурте, Кизелюрте, Кизляре и Южно-Сухокумске требуют реконструкции и расширения. А в Дзербенте, Буйнакске, Сбербаши и Дагогнях они и вовсе отсутствуют. Это приводит к постоянному сбросу в море неощущенных канализационных стоков. Кроме этого, в Арварске застраиваются прибрежные линии Каспийского побережья, строительство которых категорически запрещено согласно федеральному закону. К 370-летию пожарной охраны России на базе Медицинского колледжа города Махачкалы прошли методические занятия и тренировка. Специалисты МЧС рассказали и даже показали, как вести себя при землетрясении и пожаре. Как не рассеряться в чрезвычайной ситуации и по возможности помочь ближнему, расскажет Патьмат Ханапова. Как вести себя при землетрясении, пожаре и ДТП? На этот раз специалисты МЧС рассказывают и показывают студентам Медицинского колледжа. Учили их не только помогать себе, но и, как принято врачам, не оставлять без внимания других. Моя убедительная просьба к вам, как к коллегам, если есть маленькие дети, кто берет маленького братика, кто берет сестренку, как быстро, кто за кого отвечает, быстро одевается, в одном месте ставится паспорт, а если это зимой находится, берете теплые вещи. Вот эти тренировки надо проводить и дома, и на работе, и на учебе. Тогда можно сказать, что вы полностью обезопасили себя и только воля случая может вам повредить даже при таких крупных катастрофах и землетрясениях, которые возможны на территории республики. После обучающей лекции специалиста студентам наглядно показали, как пользоваться аварийно-спасательной техникой, будь то чрезвычайная ситуация как природного, так и техногенного характера. Это абсолютно безопасный способ эвакуации сверху. То есть, если на первом этаже идет уже пожар, разрушена лестница, вот спасатели достают вот сверхний этаж именно вот этим способом. Ну а затем эксперты перешли к показу боевых машин и снаряжений. Так студенты-медики смогли ознакомиться с силами и средствами, которыми располагают спасатели и пожарные для оказания первой помощи людям. В медицинском колледже также имеется команда спасателей и любителей, которые обучались специально, получили удостоверение и знаки, имеют лицензию для оказания спасательных операций, проведения спасательных операций на международном уровне, на уровне под эгидой ОМ. И сегодняшнее мероприятие нам еще раз наглядно уже предметно, на практике показало, как необходимо работать. Это очень важно. Подводя итоги, на учениях был отработан маршрут эвакуации людей из здания, проведены спасательные работы, определены схемы подачи средств для тужения пожара и отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения города. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Почему рынок Хасавьюрта привлек внимание Владимира Путина? Об этом и не только в кратком обзоре событий от Луизы Раджабовой. Рынок города Хасавюрта включен в список Центробанка, чьи арендаторы используют схему легализации серого импорта. Серый импорт – это товар, прошедший оформление с использованием левых документов для уменьшения таможенных платежей. Данная схема приносит рынкам ежемесячный доход порядка 10 миллиардов рублей. Владимир Путин дал поручение разобраться с теневым оборотом наличных денег и товаров на рынках страны. Росстат назвал самый подорожавший продукт 2019 года. Это белокочанная капуста. Она подорожала на 42%, обогнав по стоимости морковь, лук и картофель. С начала года лук вырос в цене на 33%, а морковь – на 21%. Таким образом, овощи могут внести основной вклад в разгон продовольственной инфляции. В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек. Электрический автобус под названием Ки-12А стал самым длинным в мире. В движение транспорт длиной 27 метров приводят электромоторы. Запас хода на одной зарядке составляет до 300 километров. Максимальная скорость – до 70 километров в час. МЧС будет наказывать за нарушение правил разведения огня на природе. На сегодняшний день штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей. По правилам при разведении огня на даче необходимо иметь емкости с заготовленным песком, огнетушитель или ведро с водой. Место разведения огня вдали от дома должно составлять не менее 50 метров, от деревьев – не менее 100. Если же объявлено штормовое предупреждение или скорость ветра превышает 10 метров в секунду, шашлыки придется отменить. Студентка из Дагестана выиграла золотую медаль на Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал». Луиза Зязикова опередила более 3000 конкурентов и была признана лучшим молодым педагогом-дефектологом России. Подробнее о том, как встречали победительницу в аэропорту в сюжете Карины Баталовой. Букеты, поздравления и комплименты. На сей раз так торжественно в аэропорту чествуют не спортсмена или политика, а будущего учителя. Ведь выиграть в масштабной Олимпиаде участниками которой стали более полумиллиона человек – дело не из легких. В каждом из регионов был свой вуз-организатор и мне повезло, что я попала в свой родной университет. Это было волнительно, но если честно, когда я увидела задание, я успокоилась, потому что это моя профессия, я люблю это и, конечно же, мне было очень интересно. Для Луизы это не первая победа. Она является также чемпионкой России по компетенции психология в третьем национальном чемпионате профессионального мастерства инвалидов – Обилимпикс. Она была очень слабо видела. Сейчас операция ей вернула часть зрения. И несмотря на этот недуг, она показала, что она лучшая в России. И два года назад на той Олимпиаде и сейчас среди вполне здоровых ребят, что лишний раз говорит о том, что если у человека какая-то цель есть, есть сила воли, ему никакие преграды, ничего не могут помешать. Лучшим молодым педагогам, дефектологам в России. Это очень знаковое событие не только для Республики Дагестан, но и для всего Северказского федерального округа, так как она, в принципе, является единственным золотым медалистом в нашем регионе. С учетом, конечно же, того, что в данной Олимпиаде приняло участие более полумиллиона человек и лишь только 106 человек стали золотыми медалистами. Как победитель конкурса, в скором будущем Луиза получит 200 тысяч рублей, а также льготы при поступлении в аспирантуру лучших российских вузов. Кроме того, девушки не раз предлагали работу в крупных предприятиях, но она верна своим идеям. Работа с детьми вообще всегда меня интересовала, и вначале я даже как-то не могла определиться, в какой именно стезе. А потом я поняла, что именно это направление, оно самое интересное, самое доброе, искреннее, потому что дети не имеют значения, какие они, с особенностями. Без детей, это дети, и каждый из них целый мир, который хочется открывать, изучать и, конечно же, развивать. Сейчас молодой педагог уже работает с детьми с ограниченными возможностями. В будущем она намерена открыть свой собственный центр для помощи ребятам, которым сложно адаптироваться в обществе. Карина Баталова, Гэджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Каспийск. И к новостям спорта. Анжи примет Динамо в 22-м туре российской премьер-лиги. К этой игре обе команды подходят с неудачной серией матчей из трех поражений подряд. Динамо с 23-мя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Анжи имеет 18 очков и 14-ю позицию. Встреча команд на стадионе Анжи-Арена в Каспийске состоится 6 апреля. Республиканской федерацией футбола в ближайшие 4 года останется руководить Будун Будунов. Его кандидатура была единогласно поддержана на отчет на выборной конференции. В ходе встречи были обсуждены также и текущие вопросы спортивной организации. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм и также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!